Во время фестиваля ЗОСИ в сентябре мы брали интервью губернатора Киевщины Бно Айриана. И он пообещал, что в следующем году будет не только ЗОСИ, но и фестиваль Гогольфест. И делегация наших ультработников успела съездить на фестиваль Гогольфест в Винницу и посмотрела, как это, что это. А президент Влад Троицкий дал интервью и подтвердил, что Гогольфест приедет на Киевщину, в частности в Славутищ, в середине лета 2020 года. Но на прошлой неделе произошла смена губернатора и возникла информационная пауза. А в конце прошлой недели в Чернобыльской зоне создали наибольшую диджитал-скульптуру Чернобыльской Сяева, которая стала наибольшей лазерной инсталляцией в Украине. Скульптуру зафиксировали в Книге рекордов Украины, все это происходило в Чернобыле-2 на радиолокационной станции Дуга. И снова появилось интервью Троицкого, что уже его достали Киев, Винница, Днепр. Он хочет попробовать в маленьком Славутище. Итак, уже на 99% в июле 2020 года у нас будет проходить Гогольфест. Ну и как вам рассказать, что это такое? Мусорный ветер, дым из трубы, серые лица, столбы, столбы. Куплю, продам, ищу, меняю, сниму, займу. Массаж потерялся. Остывший город, застывший в себе, заставший много, уставший в борьбе. Зачем, о чем, кому? Здесь нет ничего и не может быть по определению. Дым на небе, тень на земле, лучшее, хуже и хуже. Мертвые души сидят в кафе, кушают мертвые суши. Но раз уж я Гоголь, и раз уж я здесь, поднимите мне веки. Надеюсь, через 8 месяцев у нас появится памятник Гоголю. В общем, готовимся к культурной вакцинации с сюрпризами, стёбами, нестандартными эффектами и странностями в рамках мультидисциплинарного международного фестиваля современного искусства Гогольфест. Субтитры подогнал «Симон»